Собралась ехать к свекрови на помощь. Вышло что-то звук какой-то странный. Дождь пошел, зараза. Нам сегодня с мужем надо было ей помочь. Я теперь перчатки взяла. Надо с мужем помочь ей что-то перетащить, что-то переделать, флаги переставить. Подготовка к летнему сезону. Еду. В общем сказали надо вытащить эти всякие там статуи. Мебель летнюю. Летнюю мебель. Дождь пошел. К чему бы это не знаю, но это самая дождь пошел. Так что, сейчас усладим свою жизнь конфетками. Такими вот конфектами, как папа любил говорить. Две конфекта и вперед. Вкусно. Поехали. Свекрови цветочки какие красивые тут. Цветут на клумбочке. Потихонечку тюльпашки. А нет, это пионы. Пионы, по-моему, вылазят. И такой красавец отдыхает на камешке. Привезла мужа к машине. Заодно, так сказать, сейчас сдам назад и домой отдыхать. Отдыхать, отдыхать. И будет у меня еще один выходной день завтра. Вот. Планов, как говорится, громадье. У свекрови расставили статуйки. Эти самые какие-то си-си-си-си-си-си. Повесили вымпел. Заодно. Заодно. Поехали по этому сону. В магазин купили кока-колу. Мужу бесплатно две штуки взяли. Вот. И еще вот замороженную клубничку. Для полноты эффекта. Что в выходной день надо что-то вкусненькое съесть. Вот. Кстати, вот если вы живете в Норвегии, и если вы являетесь, допустим, ходите в магазин спа, там есть такой замечательный Трумф. Трумф. Медлэмс Кап. Членство в Трумфе. И там, если вы зарегистрируете себя, вот как этот самый сельфельгеле, конечно же, будет идти вам денежка, так сказать, кэшбэк возвращаться потихонечку, то сумма какая-то будет расти. И периодически там можно взять какие-то вещи. В данном конкретном нашем случае сейчас спар дал gratis, переводя на русский язык, бесплатно, а еще на очень хороший язык халява, сэр. Там, в общем-то, на этой неделе была кока-кола gratis. полутора литровая бутылка, кола зеро. В общем, не сладкая, без сахара. А вот поэтому зарегистрируйтесь. И периодически, когда вы будете приходить на кассу, платить, допустим, карточкой, или вы можете просто вставить карточку и заплатить просто денежками, вам будет насчитываться вот этот кэшбэк, и заодно будет вам какие-нибудь понижение цены на какие-нибудь товары, будет автоматически считываться. Или же, вот как в данном нашем случае, кока-кола полторашка без сахара. Я, конечно, колу не пью, и пепси не пью. У меня муж большой любитель кока-колы. Поэтому, если можно взять две бесплатно, то есть он на своем и там членстве, а я на своем членстве, то получил он на подарочек, так сказать, две бутылочки кока-колы. Три литра счастья! Представляете, те, кто любит колу. Ох, это ж три... Три литра! Бесплатно! Вот оно! Пацану-то привалило! Не, я не могу. А я не могу. У меня зубы начинают чесаться. У меня прям, таки, аж вот, аж сводит их, вот. Конечно, я понимаю, что фраза зубы чешутся, оно как-то к зубам, зубы ж не могут чесаться, но вот оставь... Они аж, они аж вот, вот, даже не знаю, как-то вот... Ощущение такое у меня здесь очень неприятное. Поэтому я ее... Не знаю, что они в нее добавляют, но это не мое. Давай, давай, давай! Ничего! Бегать по этим самым. Вот. Вернулись домой. Вышли из машины. Тут один встречают, второй встречают. Тут еще эта самая Маруся Кай. Маруся Кай появилась. Плюс посылочку, посылочка пришла мне от Бли-Вакер. Будь красивой. А еще у нас прошел дождик. И вот эта красота прям потянулась вверх. Вот вы мои красавчики. Прям, да. Прям на ладошку. Да. Ты мой тоже самый красивый нарцисс. Да. Самый красивый. Вот. Так что сейчас будем рассматривать покупочки. И, кстати, растущая луна. В очередной раз повторяю. Если видите луну растущую слева, а вы сейчас видите луну растущую слева, это говорит то, что у нас будет в этом месяце денюжка. Знаете, как определять растущую или старую луну? Если вот приставить палочку к луне и получается буква Р, то она растущая, то бишь молодая. А если она смотрится как буква С, значит она старая. Вот эта у нас молодая. Так что денюжки у моих подписчиков сто процентов будут. Вот. Ну что, посмотрим посылочку, что мне тут прислали хорошенького. Так, все. И, ой. Прям насыпали, насыпали. Пустенько. Так. И зато раз. Это два. Это тут всякие какие-то непонятные штуки. Так, это фактура. Это какой-то набор за 7900-500 крон скидка. Вот с таким этим самым. Угу. Это я сначала. Это реклама на рекламе. HelloFresh. Ну, у нас это не доставляют. Это только по городу. Спар Оптиль. Ну, это так. Рекламка. 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 А я покупала, значит, себе что? Вот такую телескопик. Телескопическую тушь. Глазки вырастают. Вернее, глазки и реснички прямо аж на два метра становятся длиной после использования вот такой телескопической туши изодора. А это у меня должны быть два карандаша для глаз. Сейчас раскрою. Вот она изодора. Ну, в общем. А, я три заказала точно. Ну, это уж хорошо. Три карандашика изодора. Ну, я думаю, все знают эту марку, поэтому особо в рекламе она не нуждается. Я очень люблю такие карандаши. Их не надо точить. Просто выкручиваешь и вот, как говорится, смазываешь до следующего выкручивания. Я оторвала вот один такой карандашик. Он открывается легким движением даже одной руки. И вот такая у меня красота. Так потихонечку выкручивается. Так, на фоне чуть-чуть. Выкручивается и закручивается. При случае вот легко красить идти. Он такой жирноватенький. Но я использую его как, как бы это сказать, подложку под тени. Тогда получается, что вот, допустим, вот так вот наносишь тени на веки. Это просто карандашик. А сверху припыляешь тенями. И когда она просто накрашена одним таким карандашом, он смазывается. Там рукой махнешь или еще что-нибудь. А если сверху тенями припылить, то и тени долго держатся. И вот это, то есть как бы вот эта подложка и тени сверху может держаться прям целые сутки. Ну, если, конечно, там сильно глаза не тереть кулачками. А так, в общем-то, это самое. Он не глянцевый, матовый этот карандаш. В общем, кто любит экспериментировать, всегда можно купить карандашик. Он выкручивается, что мне больше всего нравится. Потому что я, вот положа руку на сердце, я умею точить карандаши только для черчения. А для глаз, я сколько пробовала, он мягкий. Ты его как-то срезаешь, большая часть уходит. А вот все эти точилки, это тоже до одного места. Не дай бог, где-нибудь там чего-нибудь подзазеваешься и можно расцарапать века. Уже, как говорится, пробовали, знаем. Поэтому вот я для себя выбрала самый лучший вариант. Вот мне нравится эта изотвора. Есть еще другие эти самые, но я всегда стараюсь брать черные Intense 60 Isadora. Рекомендую, как говорится. Вот выкручивающий такой карандашик. Здесь же есть еще одна маленькая штучка. Я ее выронила, пока тут доставала. То есть, если кому-то очень нравится делать очень тоненький, тоненький-тоненький, то тогда можно вот засунуть сюда и, в общем-то, немножечко срезать, и будет тонкая линия. Ну, мне такой не надо. Вот такой замечательный вариант. Одной рукой достаточно открыть и закрыть. Так, это раз. Это я три таких карандаша покупала, потому что они уходят достаточно быстро. Вот это наш местный Isadora. Наш местный Blivaker N.O. Если кто-то живет в Норвегии, можно воспользоваться. И еще вот такая телескопическая тушь. Я ее много раз покупала. Она мне очень нравится. Сейчас покажу, как выглядит она изнутри. Ну, так. Вытащу и... Вот. И Isadora. Телескопическая. Как тебя тут показать-то? Вот. У нее очень острые такие зубки. Как у акулы практически. Вот она. Мне очень нравится. Она очень хорошо расчесывает ресницы. И вот прям продирает так. И как-то очень хорошо выкрашивает ресничку за ресничкой. такой четырехгранный. Такой четырехгранный. Вот. Четырехгранный. Вариант. Ну, не фокусируется. Вот так. Давай, фокусируйся. Вот такой четырехгранный. Вот такой четырехгранный. Элемент. Мне очень нравится. И держится очень хорошо. И... И держится очень хорошо. И... Как бы... Очень хорошо расчесывает реснички. Телескопик. Экстра. Блэк. Это у нас кто? По-моему, Лореаль. Если я не ошибаюсь. Да. Вот он. Лореаль. Вот он. Лореаль. В общем, рекомендую. Мне... Мне нравится. Очень подходит. У меня довольно длинные ресницы. Но, как говорится, время идет. И они становятся более... Вернее, менее ярко выраженные. Поэтому хочется как-то их подкрасить. Так что... Рекомендую. Расчесывает. Отделяет одно от другой. И очень хорошо держится. Вот такая вот маленькая мне посылочка пришла. Погорец. Погорец. Продолжение следует...